Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Рэйдж в GTA 5. И сегодня я вам расскажу и покажу все сливы грядущих обновлений на сервере. А также я расскажу плюс-минус, когда будет обновление. Поэтому я и желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. А перед началом данного ролика я хотел сказать, что на этом сервере у меня свой личный промокод Эван. Вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Иди сдавай направо и работай на свою мечту. За такую эксклюзивную информацию, я думаю, можно попросить подписаться на канал. Ведь здесь выходит очень много интересного, полезного и веселого контента. Моя цель 3,5 тысячи подписчиков к Новому году. Поэтому делай и с красной кнопкой сервер. И я тебе буду очень благодарен. Ну что, я надеюсь, в этот раз не будет, как с предыдущим обновлением, что я пишу ролик о сливе, обновлении, рассказываю все фишки, все сливы, выпускаю ролик и просто понимаю, что уже сервер закрыли и чашлок спалили. И в итоге вышло так, что вышел чинжлок, а потом через час вышел слив обновления. Это, конечно, был фейспам. Я надеюсь, сегодня такого не повторится. Сегодня видос мы разобьем на две части. То есть сливы от самих смотререйдж, которые они опубликовали в Дискорде, в ВК, в Инстаграме. Расскажу вам все, если вы каким-то образом это не увидели. И сливы с моих личных источников. Вот это уже будет интересно. Ну, в смысле и обновления, а не фу... Ну, а после этого я расскажу плюс-минус свое мнение, когда же может выйти обновление на смотра рейдж и сколько их будет. Поэтому начнем и сливов, которые делал смотра, после этого от моих источников и там разберем, когда же выйдет новое обновление. Поэтому мы не теряем времени. Бери что-то покушать. Желаю тебе приятного просмотра и приятного аппетита. Как и говорили, начинаем со слива от смотра рейдж. Этот раз они не решили делить контент. Раньше они любили постить одну фишку в Дискорд, одну в ВК и один слив в Инстаграм. Сейчас они так не делают. Знаешь что, давайте сначала пройдемся по системам, которые нас ожидают. А потом уже к тачкам перейдем. Значит, первая система это работа машинистом поезда. То есть ты можешь работать в метро. Если что, в GTA 5 есть метро. Также можешь работать на пассажирском транспорте. И также можешь работать на грузовом транспорте. Еще до выхода обновления, многие игроки уже успели затестить поезда. А как им это удалось? А удалось очень просто. Разработчики после рестарта добавляли буквально эти поезда на пару часов. Они добавляли, тестили, походу забывали удалять, либо оставляли на час. И на карте появлялась вот такая вот красная метка автосалона элитных автомобилей. Которая находилась в промзоне Лос-Антеса. То есть ты мог приехать, сесть в поезд и просто покататься. Что-то мне подсказывает, что это будет одна из самых выгодных работ. В любом случае, после выхода обновления мы сразу затестим все работы. А потом составим топ самых прибыльных работ на сервере. Поэтому подписывайся, чтобы не пропустить. Вторая система это работа эвакуаторщика. Я конечно до конца не уверен. Но в промо ролике в последнем смотре рейдж опубликовала такую сцену. Что ехал Марк, врезался в стол. И тут приезжал его эвакуатор и буксировал. Поэтому есть надежда на новую работу. Третья работа официальная. Это работа пожарникам. Я думаю здесь будет реализована точно такая же фишка, как в МТА. Что тебе нужно будет ездить на озеро, чтобы набрать воды. Либо подключиться к любому гидранту. Также у тебя будут огнетушители в руках, как нам показали в последнем промо ролике. Ты будешь тушить скорее всего тачки, которые будут тебе спауниться. Либо дома. Но только как эта работа будет реализована по рангам, мне неизвестно. Но это будет очень интересно, чувствую. И да, наконец-то на сервер добавят зиму. Ведь сегодня 1 декабря. Всех поздравляю с первым днем зимы. Как бы уже новогодние подарки все купили. Пишите в комментариях. Ну и пятое. Это очень интересная сцена из промо ролика. А именно что? А вот такой вот кадр из автомобиля. Я конечно в одежде не силен. Но мне кажется, что это новая одежда и новые аксессуары. Которые появятся в этом обновлении. Знаешь что? По системам, которые сливало смотра, у нас сегодня все. А теперь перейдем к тачкам, которые сливало смотра. Знаешь что? Первая тачка это Mercedes-Benz C63 Coupé в дорестайлинге. Плюс на него сразу завезут комплект Брабуса. Второе это Mercedes-AMG GT Black Series. Не знаю насчет тюнинга, но вот так он выглядит. Возможно заменят на старый МГГТ, который, к сожалению, кабриолет. Его заменят просто на какую-то дичь. Mercedes-Benz GLS плюс комплект Брабуса на него. Toyota Camry в 70-м кузове плюс на обвесах, скорее всего. И, скорее всего, есть обвес Khan. Если честно, не шаре, можете меня поправить в комментариях. Как ни странно, в этом обновлении завезут еще достаточно тюнинга и японцев на сервер. А именно, завезут Nissan 370Z плюс внешний тюнинг у него, плюс винилы. Также завезут Nissan Skyline R32 плюс внешний тюнинг, плюс винилы. Также обновят старые модельки, скорее всего, уберут на него тюнинг. Будет просто стоковая тачка и ты сможешь на него нацепить тюнинг. Это 100-й марк, внешний тюнинг винилы, 90-й марк, внешний тюнинг винилы. Supra также и S15 слива. Ну, вот это вроде вся информация, которая предоставила нам смотра, как спойлеры, к их грядущему обновлению. А теперь, я думаю, можно перейти к самому интересному. Это сливы с моих источников. Можете верить, можете нет, это ваше право, но там достаточно очень интересная информация. Погнали! Значит, сливы с моих источников. Начинаем с систем, а потом поговорим про тачки. Первое, это майнинг для банд. То есть, будет ферма, как бизнес в каждой банды. Нужно будет ее охранять от других банд, чтобы у тебя там что-то не крали, не ломали, я так понимаю, крипту не крали. И нужно будет еще скрываться от ментов, которые будут за тобой гоняться. Как бы полиция, это фракция, значок еще добавлен где-то обновление 2 назад, но так они не могут доработать. Сначала говорили, что это будет работа чисто для кланов. Но по факту это будет сначала доступно только для админов. И хотел заметить, что это будет именно фракция, не работа, а фракция. Какие автомобили будут у полиции? Добавили они сначала Патриот, который ехал 330, но потом ему сказали, что это не серьезно, камон. И они сейчас переделывают на пятерки BMW и на Ешки. Также в полиции есть, как и на РП проектах, ранки. Поэтому тачки могут быть разные. Могут быть и обычные, там, Краун Виктории. Могут быть там Ламборгини всякие, как в Дубаях. А могут быть вот такие обычные пятерки Ешки. Также у каждого будет своя полицейская форма. Если ты сейчас приедешь в участок Лос-Антосе, ты как бы можешь зайти, найти метку в раздевалке, что ты можешь переодеться. Поэтому будет своя одежда и тебе будут выдавать тазер, который в тебя стреляет, как в сампе. И ты обездвиживаешься на пару секунд. По идее должны выдавать какое-то оружие еще, наручники. Возможно будут какие-то команды, это мне уже неизвестно. Поживем, увидим. Также в полицейском участке уже сделаны обезьянники, то есть тебя могут за нарушение либо садить, либо выдавать штрафы, которые ты, скорее всего, сможешь оплатить в банкомате. Также есть одна очень интересная тема, которая будет интересовать игроков, которые хотят создать клан, что они хотят ввести фракцию, семью. То есть ты можешь создавать либо клан, либо семью. Какая разница между ними? Как минимум, если ты вступил в семью, тебе не нужно ходить на копты. Продолжим еще фракции. Скорее всего, скорую помощь добавят как и полицейский участок, а именно как фракцию, а не как работу. Конечно, скриншотов нигде еще нету, это пока что в задумках, но скоро она будет, это точно. Ну и последнее об этом они говорили еще пару обновлений назад, что они хотят переделать полностью работу дальнобойщиков. То есть они хотят сделать как Евротрак-симулятор. Ты мог покупать себе фуру, мог его вкачивать, то есть накатывать на нее стейджи, также сцеплять разные аксессуары, тюнинги, фонарики. Вот это все как в Евротраке, только в GTA 5 и на Смотре. Будет очень интересно узнать, как это будет реализовано и какие фуры вообще на сервере появятся. А теперь перейдем к тачкам и все, что с ними связано. Так как Смотра любит добавлять эксклюзивные автомобили с каждым обновлением, то в этом обновлении произойдет просто тотальный капец. Почему? Потому что они хотят добавить тачку, которая будет стоить от 1 до 2 миллиардов рублей. Миллиардов, Карл. Также добавят наконец-то украинские, белорусские и казахские номера. И я надеюсь, они подредактируют немножко русские, потому что буквы, конечно, в них не очень. Скорее всего, скорее всего в этом обновлении, либо в следующем уберут чипы. Расскажу почему. Многие чиповки, именно приватки, прописаны как бы нелегальным путем, либо сняты с других автомобилей, переписаны и накатены на другие автомобили. Это первое. Также их ломают через код. Также была доступная фигня, что ты можешь через код взломать и сделать автопилот себе на любой автомобиль. Ну и наши любимые каменные щипы по типу Раптора, Геликов и других автомобилей, как раньше было еще Макларен. Но что ты его фиг сдвинешь, а он тебя как просто пушинку просто ударил и сдул нафиг. Знаешь что, теперь давай с тобой поговорим, когда же все-таки может выйти обновление на Смотр Рейдж. Как всегда, разработчики игры любят выпускать обновления в преддверии нового года. Буквально там за 5, за 2, за день до нового года. Но, есть очень интересный факт. А факт заключается в том, что на этот год было рассчитано 5 обновлений. Всего лишь вышло 3. И еще осталось 2. Остался месяц. То есть, стоит ли нам ждать целый месяц 2 обновления? Либо выйдет одно мини обновление уже в ближайшую неделю. Сейчас аргументирую почему. Либо выйдет одно большое уже перед новым годом. О чем я хочу аргументировать? То, что сейчас на Смотре каждый день проходят мероприятия. О которых говорил сам Давидыч. Это уже первая пасхалка. Вторая пасхалка, что они разыграют эксклюзивные рамки Смотра Рейдж. Что типа такой крутой, выиграешь рамку. На самом деле ты ее выиграешь, подцепишь на тачку и будешь еще бесплатно пиарить Смотру. Это второе. И, что я хотел сказать. Что Давидыч подбивает ажиотаж и интерес к серверу, чтобы игроки заходили. Сейчас из-за того, что многие хотят выиграть рамку, будет задротить играть на сервере. И в этот момент сразу дропается обновление. И получается огромнейший ажиотаж и большой фидбэк от него. Поэтому через неделю плюс-минус мы узнаем, насколько Смотра развита в пиар плане. Если обновление не выйдет, тогда стоит его ожидать уже где-то перед новым годом. Ну а на этом, пацаны, в принципе, все. Вот такой вот слив от Смотры и от моих источников. Я надеюсь, тебе этот ролик понравился и ты узнал что-то новое, что будет в следующем обновлении. Также, если у тебя есть какая-то информация, которой нет в этом ролике, можешь написать мне в ВК, либо написать в комментариях. И мы сделаем, как бы, вторую часть, либо я там закреплю, как бы, пост твой в комментариях. Не забывай подписываться на канал, здесь выходит очень много интересной, эксклюзивной и веселой фигни. Наша цель 3500 подписчиков к Новому году. Нажимай на лайк, помоги продвинуть этот ролик в топ, расскажи друзьям, чтобы они тоже знали, что же будет в следующем обновлении. Колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики и никогда их не пропускать. Ну а с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока-пока.